Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Вы живете в этом мире. Вы встретились с противостоянием. К примеру, вы работаете, и вот хорошая новость. Вам на работе дают повышение. Но на эту должность претендуют и другие. Вы сталкиваетесь с противостоянием. Вы покупаете дом и нашли прекрасный дом для своей семьи. Но на этот дом предложил цену и кто-то другой. Противостояние. И это хорошо и нормально. Что бы мы ни предпринимали в этом мире, обычно бывает противостояние. Но сегодня вечером я хочу поговорить о другом виде оппонента, не об обычном, естественно. Это не человек, но это демонический оппонент. Речь о духовном противостоянии. Но вот, что нам необходимо понимать. И в этот вечер, по большей части, я буду говорить верующим. Нам необходимо понимать, что когда мы соглашаемся служить Богу, когда мы слышим Его голос, мы читаем в Его слове, что Он хочет, чтобы мы сделали это. И мы покоряемся этому. Нам необходимо понимать, что будет противостояние. И если мы не будем знать принципов духовной войны, если не будем знать, как преодолеть это противостояние, тогда мы окажемся побежденными. А с теми, кто не является верующими, часто происходит вот что. Вы даже не осознаете, что вы в сражении. Вы живете свою жизнь. И все идет с вашей точки зрения хорошо. У вас хорошая работа. У вас чудесные дети. Вы благодарны за свою жену. И жизнь у вас протекает относительно комфортно. Вы, в общем, довольны и счастливы. Но вот проблема. Все это потому, что с противостоянием вы особо не сталкивались. Вы были довольно успешны, или, вероятно, очень успешны. Но вот проблема. Все это оставило вас совершенно неготовым к вечности. И когда вы предстанете на суд Божий, вы поймете, что вы были обмануты, что вы не готовы к будущему веку, не готовы войти в Царство Божие. И все, что вы имели, все, что вы считали важным, все это в один момент исчезло. И вот теперь вы в новом царстве, в духовном мире, о котором вы никогда не думали. Вы обретете теперь уже не противостояние, но вечное поражение. Иначе говоря, то, о чем мы говорим сегодня, очень, очень важно. Оно имеет последствия, серьезные последствия для этого мира, но также и для вечности. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите со мной Евангелие от Матфея, 14 главу. Евангелие от Матфея, 14 глава. В этом месте Писания мы снова и снова видим слово «тодче». Говорит оно о чем-то неотложном. Посмотрев, мы можем и не увидеть неотложности, но вот причина почему. Неотложность с духовной точки зрения, а не с человеческой перспективы. И мы читаем здесь, в Евангелии от Матфея, в 14 главе. Начнем с 14 стиха. Первое, что тут сказано. «И тот час понудил Ешуа учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его». И следующую фразу я бы подчеркнул на другую сторону. Если вы знакомы с написанным не только в Писании, но и в других исторических документах того времени, с другим написанным, имеющим духовную коннотацию, то фраза «другая сторона» почти без исключения означает «духовный, демонический мир». И вот печальная истина. Большинство людей об этом не думают. И вот в чем проблема. Именно этого и хочет враг. Он не хочет, чтобы вы знали, что у вас есть сверхъестественный противник. Он не хочет, чтобы вы верили, что в этом падшем мире действуют бесы. Он не хочет, чтобы вы знали, что есть духовный, демонический оппонент, действующий против вас. Дьявол хочет обмануть вас. Как мы и говорили много раз, он — отец лжи. Он практикует обман. И он хочет, чтобы вы предстали на суд Божий полностью неподготовленным. И неосведомленным об этом духовном мире, о демоническом влиянии, посредством которого дьявол обманывает людей и ведет, услышьте это, к вечной погибели. И только вера в Мессию и истина, которую он открывает, может помочь нам иметь успех, быть победителем, одерживать победу в этом мире над замыслами врага. И вот ключевой момент. И приобретать преуспевание в будущем мире. А что это? Что за преуспевание в будущем мире? Преуспевать — значит быть восприемником обетований Бога. Итак, еще раз посмотрите 22 стих. «И тотчас понудил Ешуа учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Мы снова и снова видим, что куда бы ни пошел Ешуа, за ним ходили, за ним следовали толку. Так и тут. Но в этом случае будет исключение. Мы увидим, что поначалу он будет один. Смотрите внимательно. «И отпустив народ» 23 стих. «И отпустив народ, он взошел на гору один». Он один. Он взошел на гору. И часто гора. Когда это слово появляется в тексте, особенно в Новом Завете, не в пророческом контексте, гора связана с другой перспективой. И что Мессия будет делать здесь? Что ж, мы считаем. Он взошел на гору один. И вот ключевой момент. Помолиться. Молитва дает нам совсем другую перспективу. На самом деле, молитва дает нам надлежащую перспективу. Так что поймите следующее. Если молитва не является в вашей жизни приоритетом, вы будете видеть вещи неправильные. Вы будете видеть все с позиции обмана. вы не будете знать истину. У вас не будет точки зрения, необходимой для того, чтобы жить жизнью, угодной Богу, преодолевая замыслы и злые планы врага. Таким образом, молитва важна. Итак, Мессия отпускает толпы и повелевает ученикам отправиться прежде него на другую сторону. 23 стих. Вторая часть. И вечером происходит изменение в местоположении. Это важно. Библейский изменение в местоположении говорит о новом, о новой теме. И вечером обычно мы видим это в отношении недостатка понимания. Мы видим это в учениках постоянно. Ученики знали Мессия. Он учил их, но тем не менее по причине тенденции, какой тенденции? Не верить. Не использовать веру. А что есть вера? Как я часто говорю, есть взаимосвязь между верой и истиной Божьей. Вера покоряется истине Писания. И, во-первых, самое мудрое, что вы можете сделать, это стремиться к библейской истине. Вторая важная вещь после того, как вы открыли ее в Слове Божьем, применять к своей жизни. Эти две вещи искать истину и затем применять ее в своей жизни к своему поведению. Вот как вы преодолеваете духовное противостояние. Итак, Ешуа отправляется помолиться на гору наедине. И вечером оставался там один. 24-й стих. А лодка? Лодка связана с учениками. И вспомните, что он послал их на другую сторону. Если мы понимаем библейский язык, понимаем контекст Писания, мы знаем, что они направляются во владение врага. Они столкнутся с противостоянием. И мы через момент это увидим. Каким образом? А лодка была уже на середине моря. Заметьте, что происходит с лодкой. Ее било волнами. Потому что и вот что подчеркивается здесь в следующей фразе. Это что-то такое, что против, что противоположно. И что это? Что ж, мы считаем, что это противный ветер бросает эту лодку. Что происходит? Ученики под атакой. Вы скажете, что это ветер. Так оно и есть. Но поймите, враг также может использовать и силы природы. Очень важно. Враг часто использует природные явления. Несколько недель назад мы видели, как враг использует в качестве сосуда человек. Таким образом, эти ученики переживают противостояние и непростое противостояние, потому что мы читаем. «В четвертую же стражу ночи». Итак, время позднее. Мы увидели ранее, вернемся к середине 23 стиха. Тут сказано, «И вечером». Сумерки или даже несколько позднее этого. Традиционно ночь делили на четыре стража. Каждая стража по три часа. Они находятся во времени между девятым и двенадцатым часом. Иначе говоря, ученики гребли и пытались переправиться на другую сторону. Вероятно, они думали, что смогут справиться с этой задачей за час или около того. А что происходит? Проходят часы за часами. Они посреди этого противостояния. И это необычное событие. Это не то, что они переживали в жизни часто. Они хотели переправиться на другую сторону, и они были рыбаками. Но обратите внимание, поскольку лодку бросало противным ветром, что происходит? Что ж, мы увидим, что эти люди, ученики, боятся. 25 стих. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Ешуа». Что значит, что он приближался к ним, идя, и заметьте следующее, идя по морю. Большинству из нас это чудо знакомо. Мы видим это и в других Евангелиях. «Когда он идет по воде». Однако это не является обычной человеческой деятельностью. Помните, что Ешуа полностью человек, но также и полностью Бог. И мы видим, что для него все возможно. И это хорошо. Почему? Наш противник, он сверхъестественный. И мы столкнемся с противодействием. И только через нашего Господа и Спасителя, через нашего Учителя, нашего Господа, он такой, что с ним все возможно, в том числе и победа. Через него и через учение, что он дал, через истину, которую он открыл, мы можем иметь победу. Мы можем узнать преуспевание, что означает следующее. Понимаете, Бог благословенный Бог. А враг, я говорю о сатане, он не хочет, чтобы мы принимали Божью благость, его благословение. Он хочет, чтобы мы переживали проклятие и вечную смерть. Вот что мотивирует его. Но Мессия, заметьте, посреди страха, противодействия, которое испытывали ученики, Мессия приходит к ним, идя по морю. Продолжим читать. Посмотрите 26 стих. «И ученики, увидев его, идущего по морю, что сделали? Стревожили». Это слово означает и то, что они боялись, но часто оно используется для обозначения замешательства. Они были обеспокоены. Они были в замешательстве от того, что видели. Вначале они не поняли, что это их Господь и Спаситель. Они не понимали, почему Он шел к ним. Они не воспринимали вещи надлежащим образом. Помните следующее, что Мессия сделал до этого? Он молился. Мы не видим ни в одном Писании этих событий. В Евангелии от Матфея, от Марка и в других мы не видим, чтобы ученики молились. Почему? Потому что, хотя они и столкнулись с духовным противостоянием, они его не распознали как таковое. Они не обратились к молитве. Они просто подумали, что одними своими усилиями, тем, что они будут грести, грести и грести, что тем самым они прибудут к месту назначения. Но они не могли. Они провели часы посреди Галилейского моря, пытаясь переправиться на другую сторону. И вот Ешуа направляется к ним, идя по воде. Они же, увидев его, встревожились и говорят, «Это или этот есть призрак? И от страха вскричали». Какое следующее слово? «Тотчас». «Но Ешуа, Иисус, тотчас заговорил с ними и сказал, он сказал им, ободритесь». Это повеление, и говорит он это очень персональным образом. Он обращается к ученикам, «Ободритесь». И дальше обратите внимание на последнюю часть этого стиха, что очень значимо. И вот одно из того, что беспокоит меня. Это когда переводчики переводят не так, как написано. Тут слова «эго-им». Два слова. «Я есть». Вот что тут сказано. мы помним, что эти слова или фраза «Я есть» относятся к Богу. Мы видим здесь, и Писание скоро покажет, задокументирует это. Тот, кто идет к ним по воде, не был призраком. Он великий «Я есть». То есть Бог среди и они были в замешательстве. Они не понимали этого духовного ресурса, его присутствия, своих отношений с ним. Они не понимали, что могут использовать этот духовный ресурс против этого противодействия. И такое не исключение. Вот как многие индивидуумы. Конечно, у неверующих нет никаких духовных ресурсов. Они будут легко побеждены и не готовы к будущему веку, к тому, что происходит после смерти. Но если вы верующий, у вас есть великий ресурс, изобильный, неограниченный, он больше того, кто в мире. Но вот проблема. Мы склонны не делать акцент или не понимаем, что мы можем делать вместе с Ним, имея новозаветное отношение с Божьим Сыном. Итак, приходит Мессия, он говорит, не бойтесь, ободритесь, ибо конец 27 стиха, я есть. И заметьте связь слов. Он говорит, «Я есть». А затем говорит, «Не бойтесь». Но Петр, всегда Петр, не так ли? Но Петр сказал ему в ответ, «Господи, если». Это слово сомненное. «Если это ты повели мне прийти к тебе по воде». Вероятно, это было правильно, что он так сказал. Мессия согласился. 29 стих. Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, он шел. Петр шел. Буквально, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Яшуа. Все хорошо, отлично. Мы продолжим читать. 30 стих. Очень важно, чтобы мы имели правильную перспективу. чтобы мы фокусировались, смотрели на то, что надо, а не на то, что не надо. И на кого нам следует смотреть? На Яшуа. Нам надо искать его водительство, его наставление, его присутствие. Нам надо следовать за ним, идти к нему. Но смотрите, что тут сказано. Петр, выйдя из лодки, тут сказано, что он шел по воде, чтобы подойти к Яшуу. 30 стих. Но, видя сильный ветер, и этот сильный ветер заставил его бояться. Когда мы будем бояться вещей этого мира, будем бояться противостояния, что случится с нами? Обратите внимание на принцип, которому учит это местописание. Петр, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». И вот, что так печально. Петру незачем было тонуть. Ему незачем было отдавать приоритет ветру, волнам или чему-то еще. Все, что ему надо было делать, это фокусироваться на Господе, идти к ходить в послушании, приближаясь к нашему Господу и Спасителю, к нашему Господину. Это та и делает ученик. Но, Петр, какая была его проблема? 31 стих. «Ешуа тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, послушайте это, маловерный. Зачем ты усомнился? Сомнение никогда не произведет духовного преуспевания. Оно никогда не приведет к исполнению того, что у Бога есть для нас. Не сомневайтесь. А какая альтернатива? Верить. Иметь веру. Помните, что он сказал? «Маловерный». По этой причине пришло сомнение. И что приходит с ним? Петр начал тонуть. И Мессия спас его. 32 стих. «И когда вошли они в лодку, что тут же произошло? Ветер утих. Он прекратился. И что сделали ученики, когда увидели это? Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий». Обратите внимание вот на что. Мы видим, что Мессия делает две вещи. Он идет по воде, и он контролирует ветер. И они понимают, что это не просто раввин, это не просто пророк, это не просто чудотворец, но он, и не упустите этого, он Сын Божий. Пока вы поймете эту истину, ничего хорошего с точки зрения вечности, с точки зрения царства, в вашей жизни не произойдет. Вам необходимо понимать, что он Сын Божий. 34 стих. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую, узнав его. Кто узнал? Жители того места, узнав его, что они сделали? Послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех. И вот еще один пример того, что вызывает сожаление. Потому что я посмотрел 28 разных переводов и во всех этих переводах сказано больные, немощные. Все 28 вариантов говорят о больных. Но если вы посмотрите это слово в симфонии Стронга, это номер 2560, речь идет о чем-то злом. Это слово означает то, что противоположно воли Божьей. Это то, что от злых дух демонов. И что они сделали? И принесли к нему всех имеющих злых духов. И просили, чтобы только прикоснуться. Прикоснуться к чему? К краю одежды его. И которые прикасались, тут сказано, исцелялись. что происходит? Они побеждают зло. Они обретают победу в своей жизни. И что это было? Край одежды, как переведено во многих Библиях, это угол этой особенной одежды, известной как цицит. Это молитвенное покрывало, по краям которого кисти. И эти кисти символизируют заповеди Божьи. Не доверяйте только моим словам. Посмотрите книгу числа, 15 главу, стихи с 37 по 45. Там сказано, как получить исцеление, как победить зло. И как? Слушаясь Бога, исполняя Его волю. И это и есть преуспевание. Когда мы принимаем решение слушаться Бога, преодолевать противодействие. Как? Исполняя волю Божью. Если мы будем фокусироваться на Его истине, мы не будем замешать. Нас не будут беспокоить вещи этого мира. Мы узнаем победу и слава Богу. Аминь. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля. Мессия Мессия Продолжение следует...